Здравствуйте, я всех приветствую! Сегодняшнее наше видео носит вот такое название. Какого уровня английского нужен для того, чтобы начать подготовку? Как же быть, если твой уровень не C1, не Upper Intermediate, не Advance и так далее? Это те, кто только начал или открыл, испугался, как я сделал это когда-то. Собственно, необычная история. Я родился в обычном городе, население 140 тысяч, город Террасный. Учился я хорошо, закончил школу с золотой медалью. В конце 11 класса был выбор, куда идти. И мне повезло, что я попал в Волгоград, в Волгоградский государственный медицинский университет, благодаря программе Ростотрудничества. Собственно, за 6 лет было много разных событий. Я работал, я учился, я подрабатывал санитарно-скорой, я волонтерил в хирургическом отделении. Ну, короче, никого не удивлю такими историями, да? Ну, из веселого я работал официантом клуба в караоке и по ночам рисовал между заказами гистологический альбом. Где-то там, пока кто-то кричал, рюмка водки на столе и так далее. Первый момент моей проблемы с английским языком, это когда я заселился в общежитии на первом курсе. И меня, как иностранца, заселили с другими иностранцами. Парень был из Африки, из Индии, из какой-то арабской страны. То есть, единственная возможность нам общаться и, не знаю, условно договориться, кто открывает-закрывает холодильник вовремя. Это английский язык. У нас у себя был очень плачевный английский язык. Я переехал в другую комнату, это не стало так, стало не таким актуальным, это проблема. Так что это можно опустить, да? А вот на четвертом курсе к нам пришел координатор проекта EFMSA, если я верно помню аббревиатуру. Общая концепция этой компании, которая занимается стажировками, то есть ты платишь. Эта компания, она тебя отправляет в какую-то европейскую страну, условно, чтобы поднять свой уровень медицинских знаний, условно, чтобы потянуть свой английский язык. Как правило, направляют в англоязычные страны или в европейские страны, в больницы, в которых есть врачи, которые готовы с вами общаться на английском. Первый уровень допуска к этой программе – это собеседование на знание английского языка. И вот мой первый такой прям реальный опыт не субъективной оценки, а вот именно объективной оценки со стороны. То есть они заинтересованы, да, отправить меня подальше, заработать мне побольше, ну, в хорошем смысле, конечно. И, соответственно, они меня оценили на уровень, не сказали, какой уровень, но не предложили мне ни одной страны, кроме страны, есть такая страна восточноевропейская, Румыния. Если вы загуглили, где находится Тирасполь, это находится вот тут Украина, тут Молдавия, тут Румыния. И Румыния, куда они меня хотели отправить, да, чтобы я подтянул свой английский язык. Мягко говоря, плохой способ для меня, человека, который говорит на молдавском или на румынском, как на родном языке, ехать в эту страну, чтобы подтянуть английский. Скорее всего, я там буду говорить на молдавском, да, японцы его без калимона, дуняскость, алимба мяна тала, шеф-факте и без калимона натал. В общем, для меня это было совсем не актуально, тем более за деньги, я решил, за 50 тысяч я могу поехать к бабушке и просто так, да. В общем, мой первый облом, я понял, что английский у меня недостаточный, но решил, что, ну, значит, не буду я читать статьи, значит, я не буду читать up-to-date. Я вообще не знал, что такое слово up-to-date, не буду читать медицинскую литературу на английском, мне и так хватает, есть чем заняться. Собственно, на пятом курсе я начал интересоваться программой work and travel, опять же, дефиниция, да. Это международная программа обмена студентов, скорее не обмена, скорее отправление студентов из разных стран куда, в США, чтобы они там работали на разных позициях. Это, скорее всего, это такие низкополицидные труды, которые не требуют слишком великолепных знаний английского языка, да. Условно работать хаус-кипером, убирать номера, готовить на кухне, быть спасателем на пляже. Кто владеет более совершенным языком английским, тот может претендовать на позицию официанта. Официант – это очень хорошая позиция даже для местных, американцев, native speaker. Собственно, оценили мой уровень английского языка, это уже вторая моя оценка объективная со стороны. Людей заинтересованы в том, чтобы оценить меня лучше, чем я есть. Они меня оценили на уровень хаус-кипер, готовка на кухне и, собственно, спасатель на пляже, да. В общем, в итоге я пробыл в Америке 4 месяца, мне очень понравилось, я работал на кухне, пытался все время переместиться на позицию выше, работал помощником официанта, официантом. Но, к сожалению, местные меня не приняли за своего, английского мне не хватило для того, чтобы стать официантом там. Это уже такая, вторая моя оценка. Вы можете увидеть кусочек видео, как это было. Извините, сейчас будет шок-контент, прошу всех людей, владеющих английским совершенствами, уйти от экранов, чтобы не испытывать дискомфорт. Одна моя оценка может идти, может идти в доме, и мы спросили менеджера, могу я идти с Майклом, и она сказала, нет, 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 один человек, а вы, и он идти в доме, и, знаете, когда я идти, они еще были в ресторанте. Собственно, вот с таким умом английского я пытался идти дальше, у меня ничего не получалось, ну, в плане работы официантом. В какой-то период времени, в конце лета, мне, в воле и судеб, повезло, в кавычках, оказаться в больнице, в американской. И меня в тот момент поразила вообще организация работы в отделении, организация в целом, что там приятная атмосфера, что это все эмпатичные, спрашивают, что да как, а что вам нужно. Не знаю, все как-то вот с открытым сердцем, душой относились. Я ходил по отделению, я был уже в США, но я вот ходил и понимал, это все не мое, я не принадлежу к этому миру, это все, я этого не достоин. И я хожу по этому, понимая, что я здесь чужой. Помоги мне. Чужой здесь ты. Возьми меня с собой, а? Нет, уходи. Я здесь никогда не буду своими, никогда не смогу претендовать на роль резидента, врача в США, сдать экзамен, это вообще не про меня. Сдать даже первый экзамен для меня, точно, история не про, не про мою биографию, да. Собственно, я познакомился там с резидентом, хотел, чтобы мне провели такую мини-экскурсию, там показали, что такое отделение, сказал, что я студент, медик из России. К сожалению, он был очень занят, он меня спросил, какой у тебя балл за экзамен или балл за первый экзамен. Ну, в общем, я не понял тогда перевода, я сейчас понимаю, что это, скорее всего, был балл как раз за этот экзамен. Я ему сказал, ну, что может сказать российский студент на вопрос про балл, он скажет свой средний балл. Я сказал, что средний балл 5-0, он что-то так на меня посмотрел. Сейчас уже знаю, что экзамен состоит из 280 вопросов, что условно, в нем есть шанс получить от 0 до 280, до 300 баллов, и проходным является 194, я набрал 222. Я понимаю, что мой ответ 5. Как он не был крут в России, он ничего не значил, точнее, значил, что все очень плохо для того резидента, с которым я общался. В общем, не получилось у меня сделать профессиональную, получить профессиональную экскурсию по отделению. Я вернулся в Россию, был шестой курс, я был в очень таком интересном настроении, я знал, что нужно что-то делать, я знал, что нужно куда-то двигаться, но я не знал куда. У меня было ощущение такой развитости, апатии. Я пытался заниматься всем. Где-то на шестом курсе я оказался на Олимпиаде с ребятами из нашего вуза, и там были ребята, мои знакомые, студенты из Африки, Ганна, страна Ганна. Собственно, я видел, как они готовятся к экзамену до этого. Я видел уже в тот момент, мы по вечерам ходили куда-то на дискотеки, на какие-то мероприятия общественные на этой Олимпиаде. Они оставались в гостинице. Тогда я еще не знал, но это все был каплан, это все была подготовка к экзамену, это все были какие-то пробные банки вопросов. В общем, я смотрел, восхищался и понимал, ну вот для них, для нейтив-спикеров, для которых английский язык родной язык, это актуально, они могут на это претендовать. Они смелые, они умные, умелые. Я не такой, мне английского точно не хватит. Собственно, закончил шестой курс, я поступил в ординатуру по урологии в Москве. Где-то в конце 2018 года я узнал про школу синапс, был на неоткрытых дверей, удивился, восхитился, понял, что вот это уровень, к которому нужно стремиться. Там была такая классная презентация способа запоминания. Потом выступление преподавательницы английского языка, который я потом записался на курс английского, где она рассказывала, как с помощью минимальники ассоциации выучить пару слов. Я до сих пор помню, Брюс это синяк. Я это знал, единственное, что я знал из медицинских терминов, когда начинал свой курс подготовки. Я зарядился, я дежурил 31 декабря, дежурство в урологии у себя в родной ординатуре. Ну и, собственно, началось какое-то знакомство. Ну, официально я могу называть старт своей подготовки в феврале от авторого месяца, когда я приобрел вот эту книжку замечательную. Для тех, кто не знает, это основной источник подготовки к первому степу, к первому экзамену. Эта книга написана американскими студентами, американскими врачами, американскими профессорами для того, чтобы подготовить таких же американских студентов. То есть мы не учимся по каким-то другим книгам, мы учимся по тому, что учат американские студенты. Банков, пулов, а вопросов и ответов реального экзамена не существует. Это не аккредитация наша, да, где 4 тысячи вопросов нужно просто заучить. Поэтому экзамен довольно такой, интересный и сложный. Собственно, я начал подготовку к экзамену. Что я, с чем я столкнулся и с чем я хотел поделиться с вами. Я бы, наверное, хотел в начале своей подготовки, чтобы кто-то сказал мне вот эти слова. Я сейчас, по сути, говорю себе, вчерашнему себе Андрею 2019 года. Давайте я даже это зачитаю. Бойся, но делай. Что я заключил в этой мысли. Очень страшно, когда ты видишь огромный массив пласт информации, поверить в то, что это возможно. Огромное количество информации. И из-за уровня английского ты чувствуешь, что это тебе не под силу. Что ты читаешь одну задачу условно за 5-6 минут, когда нужно читать за минуту. Ты читаешь одну страницу Каплана за 10-15 минут, когда ее нужно читать, опять же, за минуту, за 2-3, да. Собственно, ты каждый раз, когда медленно делаешь это, медленно читаешь что-то, ты убеждаешься в том, что это нереально. Ты просто умножаешь количество минут на страницу. На количество страниц понимаешь, что где-то эта подготовка затянется на 5-6 лет. С условием повторения, с условием решения задачи. Но нужно бояться, но делать. Потому что, когда ты боишься, ты отдаешь себе отчет, что это страшно. Ты имеешь право бояться, это реально тяжело. Но если не сворачивать с пути, если продолжать идти вперед, как бы там страшно не было, то в итоге ты придешь от цифры 5 минут на задачу к цифре 1 минута на задачу. Ты придешь к тому, что будешь ее читать намного быстрее. И в действительности так и было. И когда моя проблема, что я читаю задачу по 10 минут и там страницу текста за 10 минут, она превращается в проблему, что я могу ее прочесть, но отвечаю только на 10% верно. Что, собственно, недостаточно для экзамена. Для экзамена нужно около 50, даже не 50, а 70-60% правильных ответов. Эта проблема, она переходит в другую проблему. Читаю задачу, понимаю задачу, но не знаю, что от меня хотят. Какой факт они хотят, чтобы я им сказал. Потом это все, если продолжать идти, если верить, что все возможно. Ты это читаешь без словаря, ты понимаешь, что хотят. Ты даже помнишь страницу, где это происходит, где это написано в ферстейде. Но ты не вспоминаешь. Ты не можешь, у тебя туман войны. Ты не можешь вспомнить, что же там было написано на этой странице. И проблема незнания английского языка уходит на второй план где-то через полгода. Ну, в моем случае она была животрепещущей первые полгода 6 месяцев. Но потом она ушла на второй план, потому что была другая проблема. Я не мог понять, что от меня хотят. Потом я понимал, что от меня хотят. Я не мог понять, как мне это запомнить. Потом, когда мне рассказали про ней Моники и Анки. Спасибо, Иван Угель. Я понял, что нужно шлифовать свою память в этом плане. Повторение, повторение. Потом это все перешло в проблему, что я знаю, что хотят. Я знаю, где это смотреть. Я знаю, как запомнить. Но я покупаюсь на их обычные подляночки, которые они подставляют в задачах, когда вставляют какие-то дистракторы, какие-то отвлекающие маневры, отвлекающие дифференциальные диагнозы. Вот этот путь, который я проделал со своего очень плохого знания английского, с осознаниями в течение своей карьеры студента, что английского недостаточно, недостаточно, недостаточно. И когда я уже столкнулся с тем, что я начал свою подготовку, когда я столкнулся с тем, что вокруг все это делают, тебе Иван Агеев читает каждый день, как он проходил этот трудный этап, тебе рядом с тобой твои же единомышленники, сокурсники, степовчане, каждый раз говорят, что вот, вот, тоже тяжело, тоже нужно делать анки и так далее. Ты через какое-то время думаешь, что ты не особенный, а ты такой же, как все, ты просто будешь так же пахать, как и все остальные. И я думаю, это основной такой способ адаптации к этому сложному делу, да, к этому очень сложному экзамену. Но в действительности он меняет. Меняет жизнь к лучшему, меняет уважение к себе, повышает. И если бы я встретил себя на первом курсе, я бы сказал, начни заниматься, как бы тебе ни было тяжело, какой бы у тебя плохой английский ни был, просто открой книжку, каждый день по одному слову добавляй ванки, повторяй их, и ты не заметишь, как через год, через два, даже если будешь по одному слову добавлять, ты не заметишь, как включив какое-то видео, условно медицинское осмозис, ты больше не смотришь на субтитры, ты больше не ищешь словами какие-то зацепки, ты просто смотришь видео и понимаешь медицину на совсем другом уровне. Только ради этого, мне кажется, и стоит начать эту подготовку. Вот такое видео получилось. Я надеюсь, оно вам понравилось. Буду рад вашим комментариям, вашим отзывам, вашим лайкам. Будьте счастливы, будьте здоровы. До свидания.